Работает на нас, работает тем, что та самая дождевая вода, которая не торопится, тут же решётку закопали, туда всё сбросили, и вот всё это в коллекторе захлебнулось после хорошего дождя. И когда смотрим по телеку, вот эти картинки там затопило, там часть одного города, другого города, оказывается, есть жёсткое правило совершенно в Европе. Они должны собрать воду там, где она выпала, и не качать её в коллектор, потому что это самый обман, что потом она далеко уйдёт, где-нибудь там она никому не навредит. Её нужно, вот она выпала дождём, и сделать так вертикалку, чтобы она осталась и здесь, но чтобы пошла вся на развитие биомассы. И когда мы говорим, что вот этот остров, который Сегуин, в долине Сены, там действительно лет 15 назад ещё почти собирали эти автомобили Рено, но когда сказали так, всё, хватит, это абсурд совершенно, в центре течения Сены собирать автомобили, давайте мы оттуда это сборочное производство уберём, убрали. Но их первое и главное действие, вот, и тут оценивайте приоритеты цивилизации. Приоритеты цивилизации в экоориентированном ландшафтном развитии, когда на территории появляется там типа такого камышового парка, и нечаянно раскрашенные контейнеры, и одной из первых произведений той же фирмы Рено выставляется старый автомобиль. Вот вам как работает с гениус Лоци, он дух места, вот он автомобиль, который недавно здесь собирался, а вот вам совершенно современная упаковка, там есть всякие досуговые центры, но это на острове сделано. Это ещё не всё, ещё три года пройдёт, там появится ещё довольно интересный такой культурный центр, там только сейчас можно увидеть плакаты, всякие красивые, хорошие архитектуры, но остров сейчас в процессе следующий. Приезжая в Нант, а даже в интернете можно найти Ильденант, программа «Остров в Нантсе», он уже много лет реализуется, да, это который уже молодой Шаметов приложил к этому тоже немало сил, и в части развития этой территории интересно, что это был судоремонт, отчасти небольшое судостроение, больше был судоремонт, а тут это всё снимается. Вот когда ушло это, ну, в общем-то, технологическое использование территории, люди замечают, что это же такое золотое место, это самый центр города, и там нужно сделать максимум, и там появился новый парк, спуски к воде, и там появился легендарный слон, который на гидравлике, настоящий такой, который, ну, говорится, двигается, там есть целый цех, в котором обитатели морских глубин, сделано тоже на гидравлике, можно посидеть там, поправить большой рыбой, там есть осьминогом, нужны какие-то радикально свежие изюминки, чтобы у каждого места в городе были какие-то хиты нового поколения. И вот глядя вот на эту затейливую площадку, где есть детишки, где есть подростки, там есть спорт, естественно, это бывшая, ну, скажем так, судоремонтная территория, которая стала полноценной частью города. Следующий. Когда мы говорим, что привлекать из береговых территорий, что там можно что-то делать, и даже в самую жаркую погоду, там, скажем, как вот на берегу Цуриевского озера, плескаться в этих бесчашных фонтанах, или как в Хельсинки, но уже на берегу воды, там иметь такие игровые поля, где и маленьким детям, и подросткам, да и молодежи там тренажеры все есть. Итак, там у воды должно быть пространство, где чем-то можно активно заниматься, двигаться и развиваться. И глядя на то, что вызываются эти простые финские затеи, заключается в том, чтобы дать шанс, а это пятый слой, это создание среды с контактной водой, доступная среда к воде человека. Это какое-то такое магическое или магнетическое воздействие, что человека к воде тянет, и когда жарко, тянет еще сильнее. И сделать все, чтобы человек мог прийти, прикоснуться, полежать. И вот это небольшое городишко Лахти, но Финляндии, он демонстрирует всей своей финской мощью, что сделать интересно пребывание в этом кафе можно за счет расширения формата кафе. Нет, это не плавающий, он никуда не уплывет, этот остров круглый, он закреплен на сваях, но, по крайней мере, там с утра приходит молодежь, залегает и получает удовольствие в следующем. Конечно, центр Копегагена, конечно, вот это преодоление стандартного представления о набережной, как добротно упакованной в гранит, там чугунное литье металл с фонарями прошлого века и с клумбами. Ничего близко от этого не осталось в мире, ничего. И в этом отношении здесь, если вот участники, которые, все шесть команд, все-таки смогут предложить диапазон, диапазон радикальных идей, новый, качественный, я думаю, что кто-то из них наверняка даже повторится, потому что создание набережной над водой, это сегодня уже общие известные вещи. Сделать так, чтобы можно было выходить над водным контуром на второй или третий ярус, там иметь какие-то тренажеры, всякие развивающие устройства или посидеть на такой антивандальной скамейке, все может быть сделано над водой. Вопрос движения льда. И вот здесь отсюда инженерные выводы просто. Да, это другой совершенно материал, да, это укрепленные опоры и нормально забитые сваи в дно реки, но, по крайней мере, вот это все существует, ну, только потому, что мы были там в Копенгагене ранним утром, именно в этом объекте, еще девяти часов не было, то есть народу там было очень мало следующих. Конечно, в части безбарьерной воды. И вот тут, наверное, те, кто считают себя специалистами укрепления берегов реки или озера, они абсолютно уверены, что должен быть такой непробиваемый, такой гранитный парапет или металлический. А если сделать проще? А если для человека расположить на уровне земли некую сигнальную систему в виде таких двух брусов, ну, разумный человек через них прыгать не будет? И получается, что вот не отделяться от водного зеркала человека означает, ему сигнал дать на земле, положить хороший брус высотой там 30-40 сантиметров, но зато он не будет иметь никакого визуального барьера. И вот эти вот ребята, которые сидят там около оперного театра, но в Копенгагене, свесив ноги к воде, да, это классическая картинка современной Скандинавии. Вода может быть столь контактной, что те, кто понимают, что прыгать вниз не надо, и ведут себя разумно, они и в Барселоне, вот на береговых территориях, там около Мары Магнум, это еще одна картинка, это левая нижняя картинка, где это целая система уровней над водой, между которыми сделаны стеклянные экраны, и там не дует, там можно прямо около воды посидеть, но в этом-то и прелесть, что человека нужно вывести как можно ближе к воде и не оставить никаких барьеров. В части создания затей над водой. Скандинавы и тысячу раз скандинавы, они не просто на месте не стоят, и вот эта картинка, то, что была из Лахти, которая в Финляндии, эта картинка из Стокгольма, из Хамарбюшостед, это пример еще один из той серии, что да предложите человеку какой-то сценарий, пригласите его туда, больше в городе нигде сюжета повторяющийся, даже близко не будет, но над водой будет интересно там позагорать, вот первые лучи, это снято буквально в первую декаду мая в Стокгольме, и понятно, что радость этого первого тепла весеннего, она как бы для шведов, она особенно так приятна, и туда выходит. Вот та картинка, которая сверху наверху, понятно, сверху в углу справа, это, конечно, Венеция, но нам до Венеции пока еще далековато, потому что по бурлению, кипению канала Гранде, но вот там, поскольку дело было так с защитами магистров, но в Венеции, и довелось наблюдать такую картинку, когда все причалы, которые стоят вдоль канала Гранде, были за полной молодежью в теплый летний день. И в этом смысле, конечно, создание того, что называется привлекательность среды, контактность с водой, это качество одной из существенных. Следующий. Расширение береговой инфраструктуры, мест досуга и публичных пространств, привлечение инвестиций. Вопрос. Как туда пригласить малый и средний бизнес? Да, те рестораторы, те владельцы будущих кафе и так далее, они, если в концепции себе видят какое-то место, они освоят эту территорию. Им только нужно сделать так, чтобы конфигурация набережной была той степени адаптируемости, что вот в этой пульсации ширины заранее, а не потом приспосабливается набережной под замещение кафе. И когда есть такие вот взрывы по ширине реально пульсирующего пространства, получается набережная настоящая, живая. Она и с малым флотом, она и с кафешками на берегу. И понятно, что зимой это можно все свернуть, и никаких проблем. Наверное, вот в этих контрастных кадрах, но из Цуриха, который слева, и все справа, это все тот же Хельсинки, Роуха Лакции, вы замечаете, что как можно ближе к воде и на берегу развернуть досуговую инфраструктуру, которая будет собирать деньги. Вот все, кто туда пойдет, это не просто посидеть на очередной городской улочке по вечерам, это выйти к воде и иметь шанс на какую-то идентичность среды и на какие-то красивые там краски заката, отражения в воде. Вот это все сделано в этих городах и довольно профессионально следующее. Конечно, когда мы говорим о качествах архитектуры, почему я называю и не просто Финляндию, Хельсинки лучшей из энциклопедий современной стройки, и если бы только Хельсинки. Любая финская ревушка или малый город, типа вот того же Лакции, да, вы почувствуете, что из дерева научиться делать, как делают финны давным-давно, уже пора. Потому что это все деревянные конструкции. И вот эти все кривулины, это клеенные конструкции, и все то, что сделано в Дощедеке, конструкция и мебель, и настоящее дерево. Вопрос. Структура пространства. Тысячу раз вопрос структура пространства. Никакого монументализма. Контактное, доступное, масштабное, открытое, демократичное пространство сегодня привлекает человека. И вот нечаянно сидя вот на вот этой вот террасе, вы заметите, что там по счастливому случаю там, значит, пара молодых, кто обвенчались и пришли как бы сюда, как бы к реке, отметить праздник. То есть вода – это место, где хочется отмечать праздник. И вот создание в городе прецедента, что, ну, именно около воды могут происходить какие-то события. Про это еще можно еще долго говорить. Но если структура набережной изменится, и она будет открытой, то люди туда пойдут. Следующий. Конечно, глядя вот на все эти ниши, которые называют, это ниши по набережным, но обе сняты в Стокгольме. Только одна снята прямо около ратуши, а вторая снята в Хамарбюшостад на канале. Вот вам пример того. Малейший интервал вдоль береговой линии человеком рассматривается как ресурс для пребывания с каким-то интересным содержанием. И в этом отношении и там, и там. Это вариация на тему кафе, только здесь как бы это лишь терраса слева при нем, и не видим самого кафе, а здесь оно слева. Наверное, не так уж много надо оригинальных идей или напряжения какого-то интеллектуального. Если видите, что есть к воде какой-то склон зеленый и просто газон, что стоит? Вот эти владельцы двух-трех кафе, баров, обзавелись жезлонгами. Это программа летнего Берлина. Довелось видеть пару раз вот такие события. Они просто выставляют жезлонги и обслуживают их и днем, и вечером. Они собирают там за день миллионы евро, потому что отбоя нет от посетителей. Как говорится, на этом мелководном шпрее там смотреть не на что. Там посудина за посудиной такая мелководная плывет. Но зато есть картина реки, которая в Берлине, но не так часто встречается. И получается, что вот даже из этого освоения набережной ее разумная порция коммерциализации при минимальном ландшафтном преобразовании становится возможной. Когда мы говорим, что ярусы, 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 надо думать о транзите, надо думать о комфорте тех, кто сядет около воды. Так вот, те, которые в транзите участвуют, те пойдут выше. И те пойдут мимо. Они пройдут на велосипеде, они пройдут пешком. А те, которые при воде получают удовольствие, в баре сидя, они останутся внизу. А машины будут там еще дальше. И получается, что надо отзонировать по горизонтали смысловые слои адекватно приоритетам. Вот так, чтобы было по-настоящему. На первом месте человек, отдыхающий около воды. Потом человек, движущийся пешеходно или велосипедно, а потом уже железный автомобиль, ему все нипочем. Следующий. И получается, что когда в Шанхае затевали такую масштабную реорганизацию набережной, они прекрасно понимали, вот все эти, между строй, упоминаемые соображения окупаемости. А если делать набережную вообще просто в двух ярусах, наверху по крыше можно ходить, 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 снимать, снимать, там, как только начало капать, тут же пойти внизу во все эти китайские чайные, чайные, чайные. Там внизу все чайные, кафе, магазинчики, там продажи чая. И получается, что разумнейшее вертикальное изонирование кончается тем, что транзит весь пешеходный сверху, а то, что называется собрать деньги, можно снизу, и это хороший вариант коммерциализации. Расширение береговой инфраструктуры с точки зрения, где можно вечером полежать, отдыхать, уже было показано из Гамбурга, это все те же марка пола, террасы. Сделано максимум, чтобы было удобно, комфортно, около воды, и чтобы была порция ландшафта сделана по-новому. Следующий. Когда мы говорим об восстановлении природных экосистем на набережных, номинация пока еще, скажу так, в новинку для того, чтобы говорить во многих российских аудиториях. Но только всякий раз, приезжая в Скандинавию, и расспрашивая коллега, кто этим занимается давно и профессионально, вы поймете, что оказывается, вот это упоминание, что дождевая вода должна быть собрана по месту выпадения, если можно, когда она прошла по какой-то поверхности земли, скажем так, грубо отфильтрована, вот это и есть не что иное. Фильтрационная система воды, которая приходит с соседней улицы, собирается, фильтруется и попадает уже в акваторию совершенно чистая. Экосистема – это конструирование средствами природы устойчивых, долговременных конфигураций, в которых дождевая вода может быть и собрана, и очищена, и вот эти вот юные мамы, которые прогуливаются по этой береговой территории, понятно, что их качество экологии в этой среде нисколько, скажем, не смущает, и нет вопроса даже в следующем. Конечно, возвращаясь к той картинке, что было показано раньше, это из Нанта, вот это ниточка пешеходного движения. Понятно, что все остальное, вся жирность водоплавающая, которая жила тут, и утки, и лягушки, и рыба, все остальное, они как жили на берегу, так и должны жить. Местами, нет, это не везде удается сделать, но местами не в центре города. Береговая экосистема – это то, что дает жизнь реке надолго и устойчиво. И сделать все, чтобы человек, даже выходя туда, прошел по этой ниточке тротуара, скажем, и сделано, это все сделано на габионной технологии, накрытой бетонной плитой, сварено следующей, или когда площадки для отдыха сделаны, там спуски для инвалидов, для мамы с коляской, для велосипеда. Да, это нормальные французские технологии конца 80-х годов прошлого века. Они давно уже начали беречь экосистему, потому что уж что, или масштаб луары, которая капризна своим нравом, она общеизвестна, может подниматься там на 4 метра совершенно спонтанно, и они не борются с этим. Никаких там, когда мы с ними принимаем участие не раз в всяких мастер-классах по береговой территории, они говорили, не вздумайте тут городить какие-то преграды для воды, чтобы она нас не затопила. Она нас затапливала и будет затапливать, и это нормально, потому что это ее естественное проявление. Следующее. Когда говорим о экосистеме, понятно, что проложить даже дорожку по береговому контуру можно над землей. И вот то, что сделали шведы в том районе, в котором Хамар-Бюшёстет сделано, да, это береговой камышовый парк. Туда приятно приходить в любую погоду. Доводилось там и зимой, и весной, и летом бывать, и всякий раз там много-много мам с колясками. А самое главное, это недорогое, категорически не монументальное произведение и, не дай бог, исторически навеянное. Нет, это радикально современное парковое пространство, но просто сделано по-другому. Над ним можно ходить, и самое главное, циркуляция дождевой воды. Она как выпадает, она стекает под этим вот пешеходным променадом в береговой камышовый парк, и исходная экосистема от этого строительства никак не пострадала. Следующее. Ну, индикатором того, кто там живет, как говорится, вот то, что плавает по воде и обитает в береговом контуре, это вернейший индикатор того, что оттуда живность не уходит, а она очень болезненно реагирует на многие наши городские водные пространства. И вот индикатором, конечно, именно берегового контура в Стокгольме, в Хамарбио, является то, что действительно вот по этому береговому парку можно прогуливаться и часто видеть там водоплавающие птицы следующие. Конечно, создание вот этих интервалов или пауз зеленых, которые уже вписываются в категорию биотопов. Вот биотопы – это то, что от природы там было, и если получается вот это само выросшее и развивавшееся какое-то время сообщество растений, должно максимально сохранить устойчивость набережной. И только между ними, выпуская людей на какие-то лужайки, площадки, как в Вассерштадте, Берлине, да, можно вот эту структуру, которая была сделана природой, очень долго сохранить, потому что на эти биотопы воздействие человека, да, там везде такая низенькая сделанная оградка, что туда никто как бы на эти растения не покушается следующим. Конечно, есть номинация, в которой архитекторы могут преуспеть в дальнейшем, потому что включение таких знаковых объектов делового и культурного значения на набережных – это номинация «Града архитектурная». Она по смыслу дает в панораме вот эти маркеры нового качества архитектуры пространства, где можно дискутировать, кому-то нравится, кому-то нет. Доводилось и во Франции, и в Париже со знакомым обсуждать. Кто-то категорически ругал этот новый, который называется «Design Fashion Center», это в «Austерлис Док». Было задумано как новейший, суперактуальный центр моды и дизайна. Там пока что не так много событий происходит, но как он так, ну, у меня говорят, сползает в зеленой структуре прямо до самой сены, но зато самое интересное будет наверху, когда подниметесь на крышу. Там сделаны суперзеленые холмы, и там все время полно молодежи, потому что около воды события культурного значения, когда внутри и внизу там есть инсталляции, выставки, там есть какие-то встречи с интересными дизайнерами, там модельерами происходят регулярно. Следующее. И поднявшись на крышу, вы замечаете, как оттуда приятно из природного окружения после посещения этой дизайнерской выставки или инсталляции осмотра попадать опять же в полноценную природу, а не на улицу, где плотный поток машин газующих и шумящих вам тут же стирает все ваши лучшие воспоминания про дизайн, только что увиденные. Вот это вот и есть полноценная гармонизация среды, и уж если говорить о стратегии гуманизации, то вот эти вещи, создание полноценных крыш на крыше культурных объектов, вот то, что про центр моды действительно можно говорить, однозначно у них получилось. Следующее. Наверное, в числе функций, которые могут прийти на берега реки, вообще водоема в городе, не только культурные события, но и деловые, как вот на примере того же центра хай-тек, очень такое современное строение, держит весь панорамный, скажем, такой имидж Роуха-Лахти в Хельсинки на большую глубину и даже через воду с другого берега этой лагуны, но вопрос выбора адекватной архитектуры, чтобы стать ключевым знаком, символом этого имиджа. И поэтому на реке могут... Я сейчас говорю о тех территориях, которые пойдут на реконструкцию, и после сноса, допустим, частей промышленных территорий, там что-то появится как объектный уровень в каком-то достойном окружении. И глядя на библиотеку, которая в центре Копенгагена, новая королевская библиотека, сделана для того, чтобы еще раз усилить этот культурный фактор центра Копенгагена и сделать все, чтобы вода, которая там и в проливе, и которая заводится еще вдоль библиотеки к самому входу, не говоря уже о том, что из интерьера здания библиотеки вдруг там будете, снимите этот кадр, чтобы почувствовать, что вода, она включена. То есть архитекторы, понимающие смысл работы на waterfront, должны включить другой уровень представления о форме образования и технологии исполнения пространства, когда вода даже без прямого соприкосновения входит в интерьер и составляет очень характерный имиджевый смысл в этом объекте внутри. Когда мы говорим о, скажем, эксклюзивных объектах, вот чем интересен Копенгаген в этом плане, у воды вполне могут появиться новые объекты архитектуры, достойного, скажем, уровня 21 века. И глядя на эту новую оперу и проплывая около нее довольно близко там на прогулочном катере, вы заметите, что это здание держит панораму Копенгагена, и когда оттуда ушла эта портовая, там все раньше были краны, 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 там были терминалы перегрузочные, и когда все это свернулось, там чуть-чуть остались всякие пара кранов, стоят как знак памяти места. Это мы говорим об архитектуре набережных, и включение таких эксклюзивных объектов по хорошему конкурсу может привнести и в том числе в осваиваемой территории вдоль Москва-реки какое-то совершенно новое звучание городской архитектуры. Девятое – формирование знаков места достижения и дотичности набережных. У каждого свое представление. Кого-то может потянуть на какую-то монументальность, там, не дай бог, взгромозить очередного там, не буду упоминать, скажем, Петра, но, по крайней мере, на набережной. У всех разное представление. И вот если стереть в себе слой этого, скажем, разгулявшегося монументализма, а вернуться к человечности, вот тогда многие поймут, что абсолютно в другой номинации, но подплывая к Стокгольму, и там спало бы так одиннадцатый глядя с круизного этого лайнера, входя уже как бы туда, в лагуну, вы заметите, вас встречает в Стокгольме такой водный знак, такой, «Welcome, пожалуйста, в наш город, мы вам рады». Это не что иное, как такой мощный фонтан, но как сделано. Вот здесь ведь можно состязаться в традиционных формах каких-то, которые уже как бы тысячу раз отклонированы, и вы никого этим не удивите. Или в монументальной накачице скульптуре, и это тоже не приведет никакого положительного эффекта. И сделав вещь, которая была бы другого поколения, как бы другого имиджа, есть шанс, чтобы человек туда, приплывая и потом даже уезжая, долго-долго держал в памяти такие знаки. Следующий. Конечно, вот прогуливаясь, но так уж получается, что с группой студентов мы там были долго, поскольку это было открытие этой школы Валду-Сен, и 10 дней был воркшоп, и он был посвящен этим батобусам, и то, к чему они причаливают этот речной флот. И мы выходили на тех площадках, где делали потом предложение по вот этим плавающим всяким устройствам, понтонам, для причаливания этого батобуса. И мы вдруг открыли для себя совершенно другой Париж. В этом Париже по набережной прогулявшись, вы найдете массу таких знаковых мест, в которых есть современная суперкинетическая скульптура, она вся от ветра дышит, качается там, зеркалирует, там зайчиков разбрасывает в разные стороны. Оказывается, вот кроме того, такого всем хорошо известного, давно такого традиционного Парижа, есть там слои, которые на хорошем ландшафте, на современной импровизации вместе с дизайнерами, вместе со скульпторами построены следующие. И, конечно, следующий, пожалуйста. Поднявшись однажды, вдруг повезет, на воздушном шаре над парком Ситроен, это снято с воздушного шара, вы заметите, что это был один из тех парков, который вплотную, уж так получилось, как только разобрали, заводы сборочные Ситроена, и территория открылась прямо до самой сены. И никто не состязался в укреплении этой набережной, и никто не замастил это все наглухо, тотально какой-то бетонной плитой. Нет. Выход парка через скульптурное сопровождение, там выставка бывает всякой ржавой скульптурой, листовой. Вот в этом-то и есть смысл. Город должен жить какой-то полноценной, современной жизнью, где у молодежи, которая по ресурсу своему креативно запредельна, должно быть место, где можно выставлять какие-то вещи, которые бы освежали панораму реки, и сен от этого только выиграла. И прогуливаясь там на всяких вот этих маршрутах туристических по воде проходящих, вы замечаете, что это те вещи, которые не все, вернувших из Парижа, могут вспомнить следующие. Конечно, работая с набережной, важно понимать, что хай-тек дизайн, светодизайн – это все наши номинации. Это то, что называется, как сделать коды идентичности, чтобы распознание среды шло через формирование каких-то элементов, которые такая ползущая металлоструктура над хорошим полированным камнем, все это вечером светится. А это, ну, считайте, самый центр Копенгагена. Вокруг многовековая застройка, там 3-4-5 веков назад построенная. Никакой проблемы, никакой конфронтации с наследием, потому что, первое, это неагрессивные средовые объекты, которые массой своей и своей зеркальностью способны интегрироваться в любой контекст. Следующий. И когда, глядя на Копенгаген, на уже этажах с 9-го известнейшего комплекса «Эйтхаус», вы посмотрите на землю вокруг и на воду вокруг. Коды, коды визуальные, они заключаются в том, что местами можно прибегать к кодированию поверхности, чтобы вот эти смысловые променады пешеходные около воды, это имеет решающее значение. Риск того, что, ну, увы, иногда происходит, когда очередная пешеходная зона становится, ну, тотально похожа на предшествующую, потому что там будет та же серая бетонная плита и почти что те же скамейки, вот это и есть создание кода через природные живые формы и через застывшие, но на уровне поверхности. Следующий. И последний раздел. Я так полагаю, что у нас, в общем, по вечернему сюжету темного времени суток, наверное, ресурс, наверное, даже больше, потому что у нас все-таки осенью, зимой и еще и весной тоже довольно рано темнеет. И в этом отношении создание того, что называется включенность набережная в вечерний сюжет города означает. Это все тот же вот бар, кафе, который там, где были эти жезлонки на берегу Шпрей, но в Берлине, но вечером, но ближе к полуночи. Там полно народу. И получается, включение этого слоя для вечерней и ночной жизни означает категорически успешную коммерциализацию. Но без имиджа, без того, что называется, чем же туда все-таки приманить людей и там их удержать, ничего бы не получилось. Равно как вот на этом вроде по размерам почти что незаметном мостике через речку Тепла в Карловых Варах. Когда мы говорим, что мост это часть ландшафта, мост это часть сценария пребывания людей, на котором тоже могут быть события. И в этом смысле, конечно, вот на мосту, а там было сказано, если вы следите внимательно за интернетом, недавно прошел конкурс такой на новый, по-моему, в Вашингтоне мост-парк. Вот номинация, в которой нам очень скоро стоит попробовать свои силы. Уж студенты-то курсовики и дипломы точно можно попробовать, и в том числе через Москва-реку, потому что создание на мосту природы и ландшафта полноформатного, да плюс еще какие-то затеи, которые досуговые, которые питательно-развлекательные и спортивные, это может быть полноценным парком над рекою, и вот это его миниатюрная модель, где вечером довольно много посетителей, потому что сидеть на мосту, там посреди реки, и при этом закусывать и запивать под свечки сопровождения, ну, как говорится, это достойное окружение. Итак, чуть-чуть в другую сторону разворот мозгов дает шанс, что мост это не просто инженерное устройство для пересечения в расчетной точке реки. Следующий. Когда мы говорим о вечерней панораме того же Копенгагена, конечно, вот там однажды побывав, а если вам повезет, и туда зайдя вовнутрь, и побывав в фойе этого театра, вы заметите, как это вечером красиво посмотреть на зеркальное отражение вот этой лагуны, здесь протока такая фактически в Копенгагене, архитектура, которая оказалась адекватна этому месту. У воды здания не имеют права быть закрытыми. Это здания, которые обязаны быть открытыми интерьером, они показывают, что там внутри красивые культурные процессы, но самое главное, и когда, ну это уже из главных хитов Копенгагена, вдруг вечером окажется около как раз королевского комплекса на другом берегу, и при оси, она совершенно симметричная композиция этого королевского, ее резиденции, вы вдруг увидите, что этот театр поставлен прямо по исторической оси, но он как бы, нет, он не опровергает важности той старой королевской, скажем, резиденции, он прибавляет в ней совершенно нового смысла, новой эстетики, ну и понятно, что вечерней привлекательности вот этой территории. Следующий. В числе таких почти последних кадров, чтобы уложиться по времени, я показываю вечерние набережные в Карловых Варах, и вот тут те, кто занимается ландшафтом, если бы они на каждом курсовике, уж не говоря о дипломе, предлагали делать световой дизайн, как категорически обязательно, ровно начиная со второго курса как минимум, чтобы они рисовали, как это будет вечером. И вот тогда и эти специалисты, и те, которые предложат полноценные такие концепции по Москво-реке, надо будет обсуждать, как же достичь того, чтобы вечером этот ландшафт, этот супердневной ландшафт не то, что не угас, а набрал другого качества, чтобы он был и рельефным, если там есть какие-то микроперепады, чтобы он был и отражающим, если там водное зеркало. И оказывается, ничего такого ослепляюще, заливающего делать не надо. Ритм светильников небольшой мощности гарантирует безопасность, потому что там достаточно освещенности. Но зато все то, что называется, можно к этому еще... Итак, посвящение или то, что встроено в грунт, это уровень ноль, потом уровень плюс полметра, потом уровень полтора, плюс уровень четыре и так далее, это есть создание или гарантия полной безопасности человека на набережной. Но при этом пластические и функциональные качества набережной в вечернее время могут быть проявлены только при наличии профи светодизайнера. И тогда те, кто делает ландшафт, должны с ними обязательно в тандеме выступать, чтобы потом, когда погаснут краски дня и включается подсветка, но если будет смысловая линия движения, контур, как вот этим интегрированную поверхность рядом светильников, высвечивается вот этим модулем, в которые посажены деревья, потому что так, чтобы не споткнуться вот эти низкие сидения, сделано все, чтобы человеку было безопасно и комфортно. Последний. Следующий. Ну и предпоследний кадр сегодняшнего показа заключается в том, что событийность на воде. В этом есть большие надежды, что китайская команда по конкурсу точно что-нибудь такое имеет шанс вбросить, потому что у них это настолько уже глубоко в традициях, когда приходите куда-нибудь вечером на большую китайскую акваторию, на речушку куда-нибудь приходите, вы заметите, что там происходят какие-то события. События эти бывают так, это затея с водными устройствами, которые фонтаны с подсветкой, или некое централизованное действие. Ничего тут дорогостоящего нету. Это наплавные понтоны, которые крепятся, которые фиксируются в береговой линии, и на которые выходят артисты под музыку в национальных костюмах. И получается, что вот игра в этот экшен на воде, оно цепляет, да, это продается, туда билеты продаются, они не самые дешевые, но желающие на это смотрят кто как может. Соседние деревья вдоль набережной все обвешаны подростками, потому что все смотрят это как бы бесплатно, но чуть дальше. Вот это и есть создание на реке или вообще на воде того, что называется событийное наполнение, и река имеет право на события в разных местах, и не просто банальные фейерверки, а именно культурные номинации, некое хорошо сценарированное, режиссированное событие, преподнесенное в честь какого-то дня или без него. Ну и завершая пока следующий последний кадр, как бы спасибо за внимание, и понятно, что вот жить в городе и чувствовать, что природа все равно оттуда не ушла, это очень приятное ощущение, и всякий конкурс, включая этот долгожданный, столь масштабный и уже как бы так выходящий на финальную прямую, когда уже шесть команд отобраны, огромные надежды с этим конкурсом. Огромная надежда, но не в пассивном режиме. Вот то, что будет потом при рассмотрении итогов и когда будет общественное обсуждение. Если общественное мнение окажется готово принять радикально новое качество среды, эта поддержка будет очень-очень кстати, потому что дебаты бывают очень жесткие и можно лишь догадываться, не знаю деталей, но и вокруг того же парка заряде были и конечно и сторонники и противники. И вот расклад ценностей проявится потом, когда поколение, которое сегодня еще учится в ВУЗе, может получить объект, который ну хоть в чем-то опередит это время. И поэтому поддерживать те реально радикальные, те реально продвинутые идеи потребуется и молодежная аудитория. И вот здесь уже я говорю без пассивного ожидания, что как-то все это разрулится, нет. Участие молодежи в том, что называется судьба этого конкурса и его реализация конечно проекта она очень многого стоит. Еще раз спасибо. Спасибо. Вообще у нас по сценарию я знаю, что задуманы и вопросы тоже, поэтому чуть-чуть да, чуть-чуть да, буквально несколько вопросов. Пожалуйста, громче. Спасибо большое за очень интересную воздевременную лекцию и несколько ремарок. Я отношусь к тем, меня Елена Громова зовут из города Владимира и я очень люблю мархи, хотя по специализации занимаюсь уходом за тем, что делают и ландшафтники и архитекторы уход за территорией. Так вот, замечательные все ваши фантазии нужно иногда не то, что приземлять, но думать о том, как не только будут люди прикасаться к этой воде, но и как ухаживать, то есть как работать тем, кто будет создавать благоустройства. Потому что часто фантазии улетают и как заниматься ответом и все и все остальное. И мне входила еще такую интересную ремарку. Я знаю, что в Амгейм, а также в других пунктах проводили проекты дипломные культавы облагоустройства в набережной города Владимира. И вот вопрос о провинциализации. Там город принял решение о том, что не набережная нужна, а в облике построен самостоятельный залог, это степень. Понимаете, здесь больше денег получаются не продажи там пунктиков, а это задание. Поэтому здесь уже вопрос простроительные политики искусства. И кто-то там есть очень интерес правиль. Извините, пожалуйста, у вас есть вопрос. Вопрос. в чем вопрос? что многие вещи, которые вы нам показываете, они совсем для Москвы и для России. Спасибо. Я понял вопрос. Я хотел только так слово фантазии взять сразу же в кавычки, потому что все, что показывал, это правда. Я ничего не придумал совершенно. Я ни себя, ни эту аудиторию никогда не отначил каким-то инопланетянам, для которых это невозможно. Там такие же люди живут, такие же простые профессионалы, которые знают, а есть специальный персонал, который за всем этим должен ухаживать, убирать и обустраивать. И поэтому это уже удел других служб в городе, чтобы было чисто. Но сделать так, чтобы сначала было комфортно человеку, я думаю, а вот насчет разруливать ситуацию, кто продаст завод и кто будет на этом месте, наверное, это дело власть решать на месте, конечно. Еще вопросы? А все-таки ответьте насчет возможности адаптировать эти решения к российскому службе. Я не исключаю, что, наверное, с какой-то корректировкой большинство этих решений спокойно можно адаптировать к Москве. Спокойно. И к Питеру, и к Москве. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. А вот то, что вы показали за рубежом, у нас что-то похожее есть где-то? У нас есть, у вас есть на Крымской набережной. Вот Крымская набережная. Вот это одно место в России, где есть хотя бы аналог в эту сторону, в этом направлении. Не знаю этого места, не знаю, не могу сказать. Крымская набережная, да. Еще вопрос, пожалуйста. Спасибо за такой интересный рассказ, даже не лекция, это рассказ, очень содержательный. И очень большое спасибо за коммунистический такой посыл, сомжиротный, коммунистический. Очень привет. И будьте добры, знакомы ли вам какие-то инвестиционные модели? То есть очевидно, это какие-то частные государственные партнерства? Вы уже сами ответили, это частное государственное партнерство. Государству не то, что нет резона, так долговременно вложиться, потому что у нас государство длинные деньги вообще играются вяло, у нас играются короткие деньги, быстро окупаемые. Поэтому я не случайно здесь говорил малый и средний бизнес. Прокат вот этих аквабайков, малые кафешки, рестораны, понтоны, все эти бассейны, это все частное, частное, частное. Кто берет на себя такой риск, они рискуют сначала, но появились они на нашем рынке, они по первости, когда они рынок опережают, они будут в прибыли четко совершенно. Вот когда и в этой номинации в обслуживание набережной пойдет еще и конкуренция, вот тогда будет второй этап развития. Но деньги будут короткие и короткие. И поэтому когда государство вкладывается, как сейчас в парк зарядье, понятно, что здесь вопрос окупаемости объектов, которые туда потом придут, чтобы деньги начали возвращаться. Конечно. А все-таки муниципальный орган, который следит за реализацией этой программы, имеется наверное, да? Вот на таких объектах я не скажу, что это именно муниципальный, это городской уровень все-таки. Понятно, что там тоже все порезано на городские районы, там бюджет структурирован, то есть там есть конкретная статья на обустройство этого, на предоставление порции свободы малому и среднему бизнесу и получение с него налогов за то, что он туда пришел. А генеральный план на... Это ничего генплану не противоречит, конечно. И задача концепции, конкурс на концепцию. Как раз он идет в развитие генплана, когда рекой заниматься надо. Вот реку никто серьезно не считал как ресурс для воссоздания полноценной экологии. Раз, да, для порции коммертизации два, ну и второе просто для имиджа города три. Вот мы много сегодня говорили о том, что там экология, там социальная, там технология и прочее, но река это один из главных символов города. И вот эти привычные открытки, которые снимаются, всегда картинку с рекой, чтобы там было отражение чего-то. И вот в этой имидже прибавить чуть-чуть гуманности, чтобы человечнее это были картинки, а не холодные такие. Еще вопрос. Все, спасибо, спасибо.